Ох ты! Давай еще кое-что с бузами. Ух ты! Это мало. Ты вот так зроби на детенке. Слав. Андрей Задов. И СИК МСХ у меня. И магазин Прапорщик. Новый магазин Прапорщик. На Сичевых Стрельцах. 51 в Киеве. Давно мы не собирались. Купы. Володимир меня витянул, можно сказать, из лекарняного вишка. Каже, приезжай. Сопли твои витрим. Все інше. Будем что-то делать. И вы решили, мы про что поговорить. Про серию АР-15. В данном случае все в 223 калибре. У нас готинки, карабины на столи. Трошки поговорим, что я на рынке. Кому что подобается. Что больше актуально на данный момент. Вибирал я. Но это, наверное, меньше половины того, что есть в прапорщику. Как по производителям, так и по моделям. Ну, что можно сказать. Сик MCX. Daniel Defense. DDM. М4 версия 7. Сайвент. Виктор. Ухтиков. Вегенька. Эдж. Ясно, что будет вегенька. Так что тут у нас Иви Зион. Очень народ ее берет. Далее это не забывай, потому что я не вижу. Это, до речи, Rock River Arms, которую я показывал. Не так давно. Я потом покажу, почему она мне понравилась. И мне очень понравилась еще тогда. Андруха. Это Андро компани. Как видите, она в таком цветном цвете. Это Андруха. Это тоже. То есть классическая схема с марковинкой. Как в Кольте. По мелкоперту. Как в Кольте М4. И Диби. Диби 15 в бронзовом цветном 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 цветном. Красивым. Ну, рассказывай, на что ты меня позвал, про что мы хотим поговорить. Мы хотим поговорить и про то, что выбор пара величезный. На все смаки. Чорные, кольоровые, поршневые, диайные, в оббисе чуткому, без оббисе чуткому. Бюджетные, дорогие, разные. Какие хочешь. Резень. Резень. На любой вкус. Самый дорогой, может быть, я это для себя поклал. Просто так, как я люблю, скажем, не совсем стандартные вещи. Мне оно очень быстро приедается. Класс. Резень. 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 Газблок, форшневая система и все дела. Плюс увеличенный аппер, потому что в середине затворная группа и пружина. Тобто нужно идти на что-то. Я бы сказал, что он бидекстер, но нет. Потому что у нас на правой группе только кнопка скидания магазина. Ну, до речи, магазин для филонейки. 6M, 9M, 8M. Мы идем в USL. Тобто тут няпочка. Запобежник. Допихатер. Тобто форвард ассист. С левого боку уже больше запорная затримка. Двойной такой дии. Додатковая кнопка скидания магазина. Но мы не будем делать. Сенсу нема. Про что будем говорить? Про саму тенденцию того, что на рынке очень много сейчас. И они разные. И купить может быть кто. Но у меня есть тенденция. Когда делается реклама. Например, и визион. То все кидали на рекламу. Нет. Я понимаю, что маркетологи там классно працюют. Они додают додатковые магазины. И все. Но если бы не думал, что я буду все равно что-то менять. Поэтому, например, я Дибиху когда брал, я брал, потому что она была самая дешевая на тот момент. И выбора не дружа была. Ну, не дружа была выбора. Была Дибиха. Абсолютно. Наринка. Наринка была. Ничто не было ничего. Була Дибиха и Данион Дефенс. И Данион Дефенс. Но он был такой дорогой, что это как в Польске. Вот у нас есть Данион Дефенс. Тим-4 версия 7. Просто шикарная, звичайная мультивка. Она уже вынесена. Просто когда смотрят, как это сделано. Это никак не липта, нижняя параметра. Ну, от слова совсем. Двухсторонняя рукоятка. Но, по всему мнению, она и пластиковая. Не алюминиевая. Сама рукоятка, вона алюминиевая. А важеный пластиковый. Чтобы не резало пальцы. Ну, кто-то, возможно... И кто-то писал, кажется, что... Наверное, что ручка там делится? Ну, переставьте ручку. В чем проблема? Ну, в чем не подобается. Но вы решили, возможно, конструкторы Данион Дефенс, что так будет правильнейше. Ссылку очень компактно сделали. Мне очень нравится. Классно. Я себе похожую версию взял. Коротшую, правда? Знаешь, что у меня с вами пластиковый? Только не скажи, что прикладываю, мне не понравится. Единое, что мне не понравится в Данион Дефенс. Тут самая классная парняфура. Нет. Она по качеству просто величная. Она из такого классного пластикового сделана. Не выглядело. Вот тут. Значит, пластик твердый. А эти боковые, значит, приклеены с гумой. Может, оно так и есть? Да, оно так и есть. С гумой, наверное. Да. А, ну, на прикладе так. Пещечники вставлены в форме. Как тебе ее хватит? Рукоярка, которая так далеко стоит до речи. Да, ну, не буду. Данион Дефенс, например, не понравился. Они, кстати, свои магазины покупают. Вот они пошли работать с желтым подарочем. Красивым. Где Данион. А почему нет? Сейчас кого-то заводит. А их не продают? Я думаю, продают или нет? Я думаю, продают или нет. Ну, видишь, такая статейка, которая сидит. До речи, у меня в объективе там нет. Ну, я же за что перейду. Ну, ты имеешь сенсор, чтобы вы спал его. Это же не просто так его там поставили. Это что? Ну, до личности. Не все пальцы перед ставят, чтобы стрелять. Ну, знаешь, бывают автобусы. Тих, когда я из ружья собираю в тамбу стрелять не бывает. Ну, видишь, двусторонний заповедник. До речи, шторка тест-кавера. Те же они своими поставили пластику. По аналогии, мабуть, как МАХПУ начали выпускать. Сглядом за страйк-индустри. Я собі уже майже завершив повністю арку. Побільшувати стрелять и стрелять. Хотя... Единое, что мне все-таки не нравится, например... Ну, сейчас мы поговорим про форнитугу трошки. Приклад. Сидит майже... Ну, нормально сидит. Вот. Вот. А вот рукоятка. А вот тут, что нема... Бивер-тейла. Тобто, бурового хвоста. Мені не подобается. Дивіться, как далеко виходить палец в результате. Вот. Вот. И... Что... Ты держишь руку. И много у тебя места лишается. Тобто, мне больше всего подобается на арку МАХПУЛХА-2. Как на меня. Это самый оптимальный вариант. По большому. О, чистый. О, чистый. Это мой. Это очень похожий, но... Это ЙОМАЮ. Это ЙОМАЮ. Да. Ну, тут написано. Видишь, ЙОМАЮ. Ну, МАХПУЛХА-2. Ну, МАХПУЛХА-2. Да. Прямо. Так. Наступного у нас. Это СПРИНТФОН САЙНС Віктор ЕДЖ. То есть, очень прикольная мальтинка. В плане того, как сделали. У меня знакомый, когда купил обычный. Не ЕДЖ, а... Ну, спортивный бойца. И на всех, видите, идут с коробки. Прицельные. До речи, прицельные. Да. Прицельные. Это не муляж и не фронтура. Реально классно. А они еще алюминиевые. Да. До речи. Да. Просто классные. Не люблю пластик. Прицельные. Я, конечно, не люблю пластик. Но я, конечно, не люблю пластик. Я все так люблю. Например, я собі взял, тут же в прапорочку. Я собі взял педкутом 45. Хаб-дефенс, шикарно працівник. В плане того, они очень компактные, сильно не стричат, навіть, когда раскладываются. И нет этих кнопок, чтобы дать ответственность. Ты микроскоп? Ну, еще не пристреливший стабильник. Вот и я прописал. Ну, вот так, я вижу. Ну, во-первых, и ловер сам красиво сделан. Он легче, естественно. Двусторонний защитник. Презвычайно. На сайт Віктори. Все інше. Не стандартные пени, а все-таки пени, которые сидят на гвинтах, для того, чтобы они не прокручивались, а не в ловере. Потому что, если кто-то до сих пор не знает, почему ставят на такие гвинтики пени, но некоторые производители с Диньон Дефенсом, у них обычные пени. Но не нужно забывать, что когда выступает, как тут выступает мастило, при смачивании, и вы где-то там в огне, в песок упали, у вас до этого мастила прилипает вся эта пилюка, песок, и у вас образивы, когда прокручиваются сами цепени, они просто есть больше. Так. У ловеры просто расширяют отверстия. А когда они нормально затиснуты, ничего такого не происходит. Ну, короб, конечно, слой. Тут есть поджимы, верхняя аппарата, прямая гвинтонка. Ну, не плохая, интересная. H1, бутер, до речи, сразу стоит. Так. H1, и тут, чекали я, это мидл газовая система. До речи, смотри, какой прикольный, далека. С боку еще три камеры, с верху двое. Ну, просто с коробки гвинтонка уже готова для спорта. То, в прикладах так, что не надо. ДГК называется Ханаус Синнострелович. Хе-хе-хе-хе. Это было на каком-то Ругоре, или еще хоть, какая-то гвинтонка, но там просто чамривость. Давай мы, Людмил, и поговорим про рок-ривер. Давай. А, так, до речи, мы выбрали еще рок-ривер не, скажем так, не бюджетно, необычайно за 50 тысяч. Ругоре. Ругоре. Сколько он? Ну, это так, спортивно, это дорогенько. Но рок-ривер, это производитель, который в асортименте имеет разные виды. И подешевше, и подороже. Нет, нет. Мне ж ты потребовал. Так и слухо. Я что-то хотел показать, тут надо делиться. Я все слышу. Нет, тут надо делиться. Да. Я вас хочу показать еще один. Да. Честно говоря, у меня цей виробник немножечко вратил. И с значком плюс. То же, у них есть в асортименте, сейчас есть в магазине, есть гвинька, как это называется, маленькая, круглая цивка, юрки за сверлены, она легенько, разборотись, и вообще то, что надо на everyday day. Но, например, на этой гвиньки, это у нас что? Как это мы называем? О, якийся там аппарат, два. Что мы тут маем? Нержавеющий стиль. Для обслуговывания вообще так же. При этом ствол, как видим, контур таки неслабенький, да, и он, неслабенький, он неслабенький, он неслабенький. То есть, он будет немного легче, оно долго, и я, ну, майже видно, при том, что тут ствол, 18 кончиков, 18 кончиков, и оно держится в ней рукой. И еще тут нагручено в ДКК, в ней рукой. Причем в ДКК таки, значит, дор-брейкер. Дальше будет працювать. Цивка, тоненька, тендитка, планка левая, сколько там, где нужно, внизу, сбоку, нет травмоопасного, что упало, величезная рукилля, в ходу затвору. Ну, капец. Единственное, можно сказать, что оно безусловно. Но это, ну, рукилля, при таком грунте, что в ней напихано, рукилля, то уже есть фигня, которую можно заменить на будь-як можно. А сейчас много двусторонних появилось разных производителей и производителей. Погодь-погодь-погодь-погодь. У данного выпуска, десятка, третий. Это просто, чтобы было с чем-то? Рукилля своя, приклад свой. Это гум? Ну, это гум. Не, это гум. Удивите, она вся гум, она гумощенная. Просто есть, есть такие рукилля, знаешь, как берешь, и оно противное такое, оно просто, его, в руке крема, и все, Денео Дефенса. Так я же за что говорю, что классный. Да. Я гумови не люблю. Самое, себе рукилля за форму, может быть, не самое вдало. Воно подъедет, совсем не всем, мало, мало, но в них есть несколько конфигураций рукилля, поэтому, ну, выбрать не может. Самое интересное, это средний. И самое интересное, это ОСС. Вот у нас есть цифра, видишь, он два на месте. Ага. На курку, На курку, на. Ну, там написано, третий, а на цьому ничего не написано. И, что будет видно, не знаю, он будет сбить. Значит, там может быть один, два, а три. Ага. Таким чином, компания Рафаева Фарус позначает, зусилля. У нас, да. А теперь, я помогаю. Спробуй. Ух ты, да. Ага. Не сподівано. Правда? Не сподівано. Не сподівано. поехали. Классно. 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 Ага. 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 Не сподівано. Не сподівано. Не сподівано. Не сподівано. Так. Що будемо дати? Далі у нас в Израїль Вепонемборс. Я пам'ятаю? Вепонки. Вепонки. Я не подіваю. Ізраїльська классика. Я говорила, вовданец. Було імі. Ні гітарі. Ні гітарі. Ну це вепонки. Я пам'ятаю. Не буду зараз. Хай глядачі поправлюють у цьому. Чому вона вся така мокрая? Ну... А речка повинна бути мокрая. Вона ж такі працює. Вона така. Ну дивіться. Ці сухі, красиві. Вона вся якась. Вона аж длищить. Скільки там мазути. Скільки його на заб'язку. На затроні. Воно розтавачами. Вона не розтуряє. А вона не розтуряє. Вона не розтуряє. Але... Ні. Ну... З другого боку. Коли в тебе якісь злюки з'являються. Можна навшикати. Потім. Але... Я взяв дорогу. Вона кончила. Я люблю, щоб вона у мене кончила. Була мокрая тільки всередньо. А не щоб влазив цим. Ну варк так не було. Ну чесно кажучи так по цьому. Як бюджетна можна. Тому що вона із стандартних фактично комплектуючих. Єдиний ось B5 систем пистол-гріп з більш вертикальною рукояткою. І Батсток так звано є теж B5. До речі. Не саме дешеве швидня. Є і дешевші, а є дорожчі. Є дешевші краще. Дорожча, а ділля схожа на кого? Ну... Віроки ділля. Відносно схожа. Але чесно кажучи в плані самого якоїсь об'єму мені не дуже подобається. Такі. Махало наше. А ми за рукояткою цього року. Це здається бюджетно. БІСІЄМ здається. Ну дуже схожа. Це приклад. Приклад. Що я не приповнюю. А, у мене до речі на тому прикладі бІСЄМ написано. Тут написано. ПАДІІМ. Так. Право бюджетно. Ну дуже схожа. От по об'єму, Із велички БІВЕТІМ. А у мене вже краще. А, або я не дивився. У ЕСЕМ не перебув. Тут вільного ходу немає взагалі. Два з половиною міліметри. До трьох. Ну я кажу, це чисто спортивно. Спортивно. Ну ні. Зовнішній вигляд. Тому що воно не зовсім стандартне. Особливо ловер. Ні. Просте. Ні. Плюс. Завнішній. Плюс. Завнішній. Ні. Все одно. У ЕСЕМ класно. Просто ще немає цього вишнього. Тут класне. Ні. 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 Так я нічого не кажу. Тут легше. Легше. Але, ну я знаю, мені чисто по чимось звісно. Тобто як у спусковий гачок прямий там був, або вигнутий як у спринтсуба. Ні. Червоний то чисто на спорту. Ну про Йові я так бачу тобі не цікаво далі говорити. Буга звичайна гладдівка. Окрім того, що вона просто бюджетна і всі беруть її через те, що треба до неї в деяких комплектаціях в зеленому магазині купляти там лоптику або поліматор або магазин. Я, до речі ці калагета, я думаю за ціни мені культуру. Дерігати, я думаю, що і вік і вік – це найбільші, найбільші популярні гладдівки. Ну приблизно з самих дешевих. Це приблизно таке саме як, наприклад, Diamondback. Вони починали ж тиждень. Вони затримали детали, що деякі ловер запору не сходують. А зараз ви подивіться як вона виглядає. Вона просто шикарно виглядає. Колір такий специфічний. Я б сказав мене, що це не бронза, а таке щось. Я бачив темніший колір. Snow grey. Ну я не знаю. Придумай, будь ласка, буде правильним. Ну надіше якийсь бронзовий граніт, як сказали. Специфічний. Ближче коли борисся, вона починає таке, як називається. Батарію колір в автомобілях. На реалію. Так, а тут такий він. Приклад повністю складається. На реалію. Єдиний мінус, що приклад такий залишається. Короткий магазин. І от що мені не дуже подобається в довгих словах. 16 дюймів навіть до 16. 14 дюймів такий стандарт. Коли там карбан чи карбін газова система. Але коротка. І все-таки дюймівки дуже перегазовую. При стрільбі навіть без сундмодератора. Ставиш сундмодератора стріляти практично неможливо. Все лепить в лице. Хоча це ще залежить теж від самого сундмодератора. Мабуть навіть візу в не на випіті. Так? Візу в не на випіті. Візу в не на випіті. Так? Ну тут страшенно стандартний аминспект спуст. Так що ну в принципі як-то грунтівка початківка. Можливо. А ну що тут? Ну добре. Ого. При такій ціні ну не знаю. Я б ще можливо одну купив. Якби у мене в нічнях було тисячу баксів. Як у мене воно зброєння. Спуст, як у мене воно зброєння. Ні. Так це стандартний аминспект. Це коли то хтось із інструкторів розповідає, що треба палець тримати на спуску. Коли через чагалів лізати. Ну таких заразу треба зв'язувати. І десь від людей холати людей. Не повинні інструкторами такі бути. Але саме чому Мілспект робиться. Тому що вам треба не прицільно стріляти на тисячу метрів. Вам треба спуску як комару лапку зламати. А все таки щоб ви відчували і могли нормально навалювати з якогось випадкового. Тому Мілспект є Мілспект. Все таки і сама гонтівка. Більшість взагалі внутрішніх виготовлено все таки по технологіям для Мілспект зброю. Це відповідно військово. Я маю, що давай зразу оцю красиву. Хочу військову. Ні. Хочу військову. Ну добре. Нас вийспект давайте. Чи ви з усім на повпочив? Чи є такі рапки? Чи я залишто правлю. Слабохарактерний. Ні. Ні. Залишто правлю. Цікавий. Стандартний. Інспект. Неважливо. Ні. Трудайте, щоб ви інспектом не доходили. Андро Компани в классической системе а-ля Кольт Команду, потому что М4 все-таки, потому что у М4 есть алюминиевая цинка квадрейт, а у Кольт Команду корочесть, ну, здаётся 12 дюймов, и там допалювач такой мехивый стоит. Как она рима? 733 или что-то такое. Не требует, когда не нужно. Почему? У меня, кстати, такая морковинка стояла на Адам Армс. Опа! У меня такая морковинка стояла на Адам Армс. Это, чтобы быстро показать. Чёрная трубка. Как выглядит М4. И, кстати, про профиль спала, что ты говорил про спортивную грунтинку. Стандартный говермент профайл. После патронника тоньше. До газблоку трошки потовщается. Ну, а тут осталось, как говорят, от прадедусов для установления бестфольного гранатомета. И, конечно, и бакет. Бакет под штик, под багет. Под багет. Габермент профиль спала. Это, в первую очередь, компромисс. Под багом, надеянностью. И один из самых главных факторов. Тут врахованы посадковые размеры. Что я имею в виду? Посадковый размер. И, например, тримач цивки. Сунув под пружинность, тримач цивки. Газовый блок. Муфта. Мушки. Да. И, при цьому, он надеянный в плане. Ну, винтовка спочатку подготовлена для разных вечеров. И, при цьому, он не межкий. Он очень легкий. То есть, для спорта, это, ясно, речь. В отношениях нет. Это выключение. Это, примерно, мне напоминает те, когда говорят, хочу положить дерево, чтобы он надеянный. А так, чтобы висеть на стене, а это, примерно, это самое. Ага. Единственное, что все-таки не хватает. То есть, стандартной рукоятки. Угу. Красивая пружина. Ему что-то купить. Например, на Алику. Например, можно взять алюминиевый стрэкболь. Давай покинем. Сейчас выключай. Давай эту красивую штуку. И мы еще забыли одну взять. Сейчас. Андрюха. Самое основное. Андрюха. 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 Это тоже жанр Армс. Но, как вы видите, она, типа, в кольерах, не в кольерах, а в камуфляже. Как это называется? Культикам. 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 Пустильный. Пустильный. Культикам. 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 Возвращение. Просто шикарно он постреляет. Воно чувствует такая отдача, когда ты только в видео смотришь с боку, что вы на профессии. А так воно шикарно працет, регулированный нас блок поставлен. Что у нас осталось? У нас осталось самое основное, как вы виноватец. Треба пяти взяти. Нам треба Микола. Нам треба что? Микола. Микола! Микола! Мы встанем в коло и покличем Миколу. Лобси заняты. Оля, надо! Коля, пленка закинчивается! Так. А, тут закрыт. Вон у меня не зависит. Я занят. Включил сейчас. О, у вас тут. Что я тут? Как я взялся до музыки, когда черный ящик заносит в студию, когда люди поддянули, а ты его отпускаешь. Что? Людина тебе поддянула, а не можешь? За что? Я не знаю, что я буду. Я обиделся. Если будет человек меня смотреть, я обиделся. Я просто глухенький трошки. А? А? Ну что? На, я уже вчера показал. До речи, відео сьогодні буде по цьому карабинчику. Я уже дивился. Мало того, чтобы... Я не поддивився. В картинках завжди у меня відео, там на 35 хвилин. Ні, ні про що. Я уже на картинку сам сьогодні. Ладно. Хорошая ревлянка. Это гвинтівка от словацької фирмы Grand Power. Там она в них називається, здаётся, Фрея. И ещё есть их версии. Потому что вот такой версии я не вижу в них на сайте, до речи. Там как-то они розкличато показывают, какие должности у них есть. В районе была локализована фирма ФЛАР. И має название Ф4. 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 Это нормально. Как штурмовик уничтожить самокон? В Америке есть одна особенность. И важливая. Это самый дешевый газ на районе. Она стоит, вартует, как обычный EI, но приемлемый цернг. То есть, за эти деньги, что она вартует, пистоны дешевле. Если еще брать внимание, что есть, скажем, газпистонные системы, так называемые киты, которые устанавливаются на различные аркацины, то здесь сделано таким образом, что, по сути, переработана, доопрацована система, как заявляет сам виробник, разработчик Курацина, Ярослав, директор Гранд Пауэра и конструктор Гранд Пауэра. Боря, заходите к нам на ганер. А в кадр? Заходите к нам. Это я легко. Друзья, привет еще раз. Боря, мне тебя надо тут снять. Мы тут, как таки, оглядаем марки. Это мы вообще капец. Я сегодня выбрал, конечно, або цю, або цю. Так что выбирай, что ты мне не слушаешь. Я ему говорю, он меня не слушает. Я говорю, что я всегда правый. Он опять умеет. Вас и все. Я не обрежу, уже не тонувиться, чтобы ображаться. Так что все. Друзья, возьму Айкас, когда ты лдашь. Добро. Сейчас еще будешь. А? Ну, планируем, не знаю. Всех привет. Подписываемся на канал. На три канала. Да. Так. Завершу. Все-таки позиционируют, как доопрацована, переросмислена система Hegler-Coach 416, что она действительно довольно спрощена. Потому что, например, я не сказал в английском, не знаю. Те Hegler-Coach, которые заходят до нас сейчас и попадают в армию, в морской пехоте нашей и украинской, то там хлопцы говорят, что нет возможности переключать, регулировать газблок. Есть возможность регулировать при положении. Их отак с головой достаточно. Потому что, я по своему, скажем, газпристоном Адамаром знаю, у меня был трехпозиционный, я заменил его на пятый. И, честно говоря, особо, может, разницы нет. Потому что, по сути, нужно два основных положения. Один для стерильбов без санблодератора, другий для стерильбов без санблодератора. Третий, возможно, можно сделать, как просто болтовку. То есть вы стреляете и в рукопашню, как так говорят, высылаете наступный набор. Не знаю, это может сгодиться. Ты можешь про это сказать? Можем. 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 Значит, в этой мальчике карабин ох, я умею. Я уже научился. У чего карабину? То-то карбину. Американцам кажешь. А что вы кажете карбину на карабину? Ну, то, что карбин. Так написано же карбайн. Он говорит, нет. Написано карбин. То вы кажете в Европе читаете карбайн. А у нас написано карбин. Ясно понятно. Я не знаю, что так. Значит, особенности именно этого карбина. Первое. Полный комбинатор. Тут все под шульгу, под правшум, кроме одного. Шульги, как летят, или, может быть, так и будут лететь. Селектор огня. Селектор огня. Покіп для взвода. Викид магазину. Знятя за заборные затримки. Это все до пивточки и до пивточки. Спусковый гачок и до рима спусковый гачок. Очень 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 классный способ. И тут довольно прикольный осень. Дробленный, как я сказал, мне понравился, хоть и тоненький, но зручный спусковый гачок. Он немного назад, как у меня на какой-то на дробочке. Я бы сделал немножко шире, но легко съем зацел. Почему? Потому что это очень легкая, но она станет легкой. Потому что, как я вчера сказал, есть специальная насечка, которая просто для того, чтобы она держалась сильнее. И она ее подъедает. Щепление было лучше. Короче, сделали, как он называется, на колесах. Протектов. На нанесен. Просто придерж. Он легко снимается. Наши третки нет. И держится за крючком. крючком. И поэтому он не протекает. А так можно пролюбить. На ходу лучше не снимать. Это просто направлялка и это а это и это все это что хочешь, и ты получаешь и много. много. Раньше из нержавейки. Мало ли. не 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 а не а не не а не а или не что не а что не не И эта пружинка створяет проблемы, выгнаные, затриманные пристройки. У Кларна цели проблем нет. Тут только пружина, которая есть бакалом для... Да, чем меньше детали, тем быстрее и лучше надежнее. До речи, у Адамара, это тоже одна пружинка стручивает. На что хачьи все. Так вот, справа в том, что газовый регулярный ключ, он имеет такую квадратную форму в профиле, и, соответственно, проточка в цельце фиксирует его в том числе и пол положения. И именно поэтому целька у нас сделана, умовно, быстро и сделана. Да, умовно, а именно это мы сделаем для быстрого доступа до газового ключа. Но есть проблема. При закрытом положении она закрывает перейденный пин, ловер, а то есть. Ну, тогда нужно, как говорят, нефти, а вот так... Трешки надо натиснуть. Трешки. Нет, мы не полностью его. И натискаем после этого пин. Вот и все. Ну, еще одно вопрос. Ну, это я уже подумал после того... Блин, я плюну только в камеру. Давай еще раз. После того я подумал про ли уже... Ну, я с ней погрався. А сразу я думаю, блин, ну я уже его буду снимать. А не, треба трошки... Как раз. Ну, дейсно, треба поковырятись. Просто в чому прикол, что вы разбираете, зазвичай, снимаете полностью аппар, только тогда, когда чистите збору. Або не снимаете. Ну, кто-то не снимает. Ну, если не снимает, ну, если можно это отказать, почистите окремо ловер... Давай так. Я не... Апар чистится... Ну, я не объявляю ситуации, когда вам надо отделить полностью ловер от аппарата, а цифра при этом мое общаться. Нет. Для чего? Из-за того, что что у вас происходит? Не знаю. Очистите все. Ви можете снимать еще цифры, чтобы очистить вас я не вижу. Ну, сахар, ну там... У цей манитивки есть недолик. Ну, как у меня, он такой сутьевый ловер. Это порнитура. Ну... Такие собески. Давай. Никому не рассказывайте. Честно. Ну... Шановный, я рассказывал про это. Вибачьте. Але это гумно. Вы гумно поставили. Вибачьте, при... Чи это до фарма требуется? Нет. Это гумно. Если... Гумно. Вибачьте за прямое линейство. Я такая людина. Меня того и не любит никто, что я правду скажу. Это гумно. Не фурнитура. Ставьте что-то лучше. Лучше... Лучше... Лучше. Лучше... Краще. Трошки докинуть грошей. И поставить сразу. При такой цени самой гумынтильки. Я думаю, можно... Ось таке поставить, и это будет очень круто, до речи. В DCM есть позитивный момент. Во всяком случае, главное, если поковыряться, можно найти позитив. Как правило, следы заменяют хронику. Это само собой. Эта маркетура, она ничего не варит. И она не сближает цену вентиля. То есть, ты хочешь сказать, что это просто готово, чтобы продать, чтобы можно было взять его в руки. Чтобы сходить в ЕРЗ. Все, я понял. То есть, его ценность 50 центов и еще 1 доллар. Нет, его ценность доплатить не 50 центов, я не кидал вас крахами и обзивал, а это не будет. Ну, иначе... Я не вижу сенсов. Все-таки можно как-то себе переборотить и взять нормального виробника фурнитуру. Я просто думаю, что они делают сами в Европе, чтобы не покупать Кремль. Я думаю... Они делают это сами, но дизайн так себе и... 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 Я тебе скажу честно, что, покладывая руку себе на починку, что в Китае можно найти довольно интересные вещи и неплохие вещи. Я в Китае... Кто бы что ни сказал... Так что... Еще два недолика, которые я вижу в цихи в Европе. Первое. Ну, вернее, еще двое. Заменили цифру, тут будет проблема. Потому что она выполняется. И... И... На этой цифре... Нет, это можно, но важно. Ну... Такое. Тому я... Извините. Тому я говорю, что цифры идут, что на короткие версии, что на дорогие, однако и довжение. Сдаётся, воно тут десь 11 юмих самая цифра. Ну, она закрывает газов. Так. Робить на довшую, робить на довшую. Чего проблема? Да. До речи, у них на сайте есть. Так вот про недолики. Так. Цифра не плохая, но это Пикатинни Рейл. Снизу. Ну... Зазвичай. Дивись. Наприклад. Я трошки на захист зараз стану. Тому що... От... Такое рукавио, яке сразу підемлок, воно дорожче, ніж знайти зараз. Багато хто, наприклад, розпротест. Рок-руква. Воно не до речи. Ну... Ну... Сюда можно накинуть якийсь кавер просто. Но тебе не треба буде шукати рукоятку під емлок, яка стоить два рази дорожче, ніж звичайная рукоятка переноса під Пикатин. От и все. В общем... Такі не выходят уже з моди, так, тому... А до речі багато хто. Зараз, здається, зігна нових своїх навіть цих мероприезів на вольтівках, коли ми так скажу, вони знизу планку зробили. Не зрозуміло те, чому вони все такі. Дивись. Я про що кажу. Це... Пістовка. Відповідно, вона балансить дуже. Дуже. Ну... І оце... Що додаємо? Її неможливо тримати... Я право глухотісти. Ну, я тобі скажу, що воно алюмінєво. Вона там... Вона важить тонти. І тут воно чисто... Для мене чисто з візуального... З візуальної точки зору. І... Ну, не знаю. Практичності, непрактичності. Це... Це напоціновувач. Ось у якому. Ну... Бабаятно. Так. Можливо, вони бачать, що вони зробили? То, що в них тут... Ну, могли дійсно так вирізати, сюди завести? Не знаю. Чому так зробили? Такі... У всякого випадку, ніхто не заважає просто на фрезері їх прибрати і все. Ну, так. Купи за сотку грантівку і не си на фрезері, так? Ну... Ну... Це так само, як і... Або... 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 Можна... Просто... З точки зору технологічності, от вони замість того, щоб... Псувати такий шматок алюмінія, вони могли зробити його рівно, а не оце випулювати. І вони за десяток оцих цілок, вони економили мінімум одну фрезу. Це полегшує. Або... Або... Або фірма Даріка, наприклад, з Харкова, теж планечки роблять. Або фірма Бюджейна Арму з Львова. Так що у нас все більше і більше з'являється виробників... Тобі приплатили? Меніплатили? Ні. Меніплатили? Меніплатили. Меніплатили. І третій дендольськ, на речі. Ствол. А саме довжина ствола. Тут... Восьмий квіст. Це добре. Але... Все одно середнє роботи треба. Ну, 55-й тільки тренувається люди. Люди. Але... Довжина ствола – 15 гривень. Ну, хотілося б... Пришлася. Ну, такої, як то кажуть. Ні. Такої. І що? Ну, то було б краще. Ну, я про закритий двість. Я, наприклад... Вона мене цікавить з точки зору... Саме газпостойні системи... Це... Ну, вони, можливо, більше... Саме для коротищів. Мають сенс. Ну, мені ж є... А... З довгими стволами... Треба, по-перше, довшу... Газову систему... По-друге... А що по-друге? Ну, і по-друге теж. І по-третє, те саме. Ага. Тобто, де довший ствол... Довша газова система... І там діяльність системи. Тобто... При кого в Порску, як то кажуть... В вашу затворену групу... Всяких такашок, які... В патронну пихають. Особливо... Я давно ще пострілял із тим... З Вінчестером... Пачку вистрілял... Оце, що саме дешевий набіт зараз... І таке відчуття, що... Вінчестер... Вінчестер... Блін... Так застралив серед ним... Я раніше вистрілював по кілька сотень інших набоїв... Меско... Хто там були... Ти ж самі... Скажіть, я скажу... Ну... Що тут продажіть... Нагадайте... Щоб я... СВ... Хто? СВ... СВ... Щоб там... Жи-жи-жи... Ооо... Жи-жи-жи... Три-жи... Саме основне... Є нормально... А постріляв цим Вінчестерам... Таке відчуття... Що дійсно... Вони оце... Перейшли там свого часу... В яких... В 80-х, 70-х роках... На оце... Військовий порох... Якийсь специфічний... Так ото... І клепають... Трі набої... До сих піршу... Вони засирають... Ну... Чесно... Для тренування можливо... І тренування почистить... Так... Що ми... Робимо якісь выставки? Да... Давай... Так... Так... Робимо якісь выставки... Да... Ну... Ну... Эх... А де тут вверх... А де вверх... А тут... А там ЕП РЖЗ... Давай я тут пальцем присиди... Давай... Ну... Так... Рассказывай... Що ми воно... Що ми воно... Що ми воно... Не... Ми так навставили... Я потім надіну... Бо воно не навчить... А можна і так... Не з вами... Тільки триматися... Не воно... Ну... Дорогнякусь не привіси... Ні... Так... А так... А так... Ні... Це тобі такий в армію... Ні... Мені в армію, на жаль... Давали... Ксюху... З якої я... Як то кажуть... Не разу її не стріляли... Чого? Ну... В першій моїй ходці... Як то кажуть... Туда... В Белаклєю... І під Купенць... Не було нагороди... Не було... Штабна криса... Штабна криса... У вас є від... Який не заступують? Ну... Штаб... Вистав... Штаб... Звичайно... Так... Виставки... Давай... Давай... Добро... Як... Коротенько... Народ... Є арки на будь-який смак... Від... Від тисячі доларів до... До 3+, і далі... І... Звичайно... Є дешеві... Класно зроблені... А є... Скажем... Середнього сегменту... Так собі зроблені... І є над чим попрацювати... Я сподіваюсь... Що... Надалі... Ну... Завжди... Як то кажуть... Власники стрілки... Голосуючим... Своєю... Кишеню... Гаманцем... Так що... Думаю... Трошки ми вам показали... Що... Якщо кому цікаво... То ви пишіть коментарі... Що ще хочете побачити... Що ми там планували... Добре... Хай буде интрига... Не будем зараз розказувати... Що ми планували... Сьогодні може нічого не дорого... Лайко... Піско... Ширко... Це само собою... Вога Стар... Індрю Забел... Приходите... Сюди... Старте свої... Лайкоси... І таке інше... Ну а хто хоче мене підтримати... Його не треба... У мене все є... А я собі хочу таку штуку... О... Для вас... Собі для вас... Тобто... Донати... Я купляю таку штуку... І їздним стріляю... Все... Добре... У мене таблітки є... У мене таблітки є... Але... Повний рюкзачок... А що... Ти бачиш у мене вже який стат? О... Я вже не договорю... Чи ти думаєш що... Я таку маячню вже почав нести... Все... Всім щасливі... Дякую... Дякую...